всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал у многих уже лежит снег и поэтому вам будет особенно приятно прогуляться по красивейшему ботаническому саду в котором я тоже первый раз это для меня открытие этот ботанический сад находится в стокгольме и у него потрясающе красивый landscape просто сказка не отключайтесь продолжайте смотреть и вы не будете разочарованы и и и и и и и и и Продолжение следует... Съемка этого сада была сделана в середине ноября, когда мы ездили в Стокгольм. И здесь вы уже можете увидеть подготовку к зиме. Вот так вот шведы свои сады готовят к зиме. Вот так они утепляют, укрывают клумбы. И, конечно, здесь не только подготовка, также вы увидите, как я уже сказала, потрясающе красивое озеро, японский сад, ну и многое другое. КОНЕЦ Посмотрите, какая элегантная композиция, просто пятерочка. КОНЕЦ Друзья, не забываем ставить пальчик вверх, ставить лайк. Это очень важно для продвижения видео. К сожалению, так работает алгоритм. Считайте, что это аванс. Если вам не понравится видео, просто еще раз нажмите и уберете свой пальчик. Спасибо. Можно засушить и делать настойки, рибиновую настойку. Но тебе это нельзя. Но, тем не менее... А, ну, это я помню, да. ПОТРАСИ 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 Дяденька выискивает что-то, чтобы сфотографировать такое. Ага, нашел. Здесь все такое красивое. А дневного света осталось так мало, что я особо на фотографии не буду останавливаться. Буду вам просто показывать общие виды. Посмотрите, какая красота. Мостик. И дальше озеро. И дальше сосны, камни, папоротники, эпимидиум, родоведроны. Я вам обещаю, что если я приеду в другой сезон сюда, у нас как-то получается. Все, мы приезжаем в основном в ноябре. Вот, я обязательно сюда вернусь и сделаю другое сезон и съемочку. Мне все очень здесь нравится. Самое классное, конечно, ландшафт. Представьте, когда здесь вода. Воду, конечно, на сезон убирают. Есть что-то от дождей, но, конечно, все насосы отключены, потому что уже были минусовые температуры. Саша сказал, что уже трижды снег у них выпадал. Сегодня у нас 11 ноября. Вот представьте, здесь журчит водичка, текут ручейки по камушкам. Манжетка кругом. Вот что мне нравится в этих садах, что здесь растения самые обычные. И они работают именно вот в данной ситуации. За ними минимальный уход, а выглядят они великолепно. И они, в общем-то, не просто красивые, они в своем комплексе создают атмосферу. Вот в данном случае атмосфера японского сада. Сейчас мы пройдемся по главной дорожке и по острову, потому что вокруг должна быть вода. То есть вот это вот условно на данный момент остров. Видите, здесь мостик. С другой стороны мостик, так что пойдемте на остров. Древовидный пион. Это вот тоже такие очень часто встречаются в японских садах эти растения. Смотрите, это дендрон зацверкнул. И вот там около скамеечки тоже начал свистеть. А еще мне нравятся вот эти камни и бушайники на них. Очень простая и очень стильная скамейка. И даже ветка, которая упала позади, она выглядит настолько органично, как будто ее специально туда положили. Или вот этот уголок, смотрите, камни, бешайник. Желтый папа. Пожару, это тоже фотографии. Всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok И по большому счету я должна сказать, что осенью мне этот сад очень нравится. Он реально чувствуется вот таким японским. Хочется пофилософствовать, просто разглядывать, гулять по нему. И там на горе стоит домик, совсем на японский, но очень красивый. Ну а мы идем сейчас на озеро. Субтитры создавал DimaTorzok Еще у меня большая просьба к вам. Пожалуйста, пишите, откуда вы смотрите, чтобы я представляла, в каком климатическом поясе, где вы находитесь. Примерно, что у вас сейчас происходит. И мне бы еще очень хотелось знать, какая продолжительность фильма наиболее комфортная для вас. Хочется показать и рассказать многое, но у людей иногда нет времени. А когда человек смотрит фильм там 2 минуты и 20 остается за бортом, это тоже все отражается на алгоритме. И тогда видео никогда не будет рекомендованным. То есть алгоритм считывает, что это неинтересно, что человек открыл и закрыл. Как приятно посидеть в таком местечке летом, в тенечке, на камушке и полюбоваться озером. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И второе это то, что сейчас очень много выведено новых сортов селекционерами, которые более толерантны к низким температурам. Так что никогда не отчаивайтесь, просто сделайте хороший поиск и вы найдете что-то, что вам понравится для вашего сада. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще сколько энергии, сколько всего доброго может нам предложить природа. А самое главное, что от нас, от людей взамен требуется не гадить. Это что, так много? Субтитры сделал DimaTorzok Эта часть сада с итальянской террасой была создана в конце 19 века и оно окружено средиземноморскими растениями, растениями из других частей Европы и Кавказа. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok что ты делаешь? что ты делаешь? очень красиво очень спокойно правда свежо и для полного счастья может быть не хватает горячего кофе или капучино кстати сижу монтирую видео делаю озвучку а муж принес мне капучинка сделал и принес наверх в студию что ты делаешь? 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 в этом саду выращиваются фрукты и ягоды которые могут расти плодоносить успешно в центральной части швеции они не очень распространены но они очень хорошо растут в этих климатических условиях так что если они там хорошо растут обратите на них внимание у вас они тоже должны хорошо расти бергянский ботанический сад был основан в 1791 году на территории сада беринглинг в имении историка бэнкта пирлиуса и его брата-ботаника питера юноса пирлиуса и после их смерти сад был передан шведской королевской академии наук этот сад находился в центре стокгольма и конечно со временем ему там стало тесно в 1885 году ботанический сад был перенесен вот на это место где он сейчас находится я вам очень рекомендую посетить этот сад если вы вдруг окажетесь в стокгольме здесь вы почерпнете очень много различных идей ну и просто отдохнете душой погуляете ну а на сегодня я с вами прощаюсь не забываем ставить лайки оставлять комментарии и подписываться если вы еще этого не сделали всем пока пока и всего самого доброго до новых встреч а